Я спросила, любую работу, полотерки, ради бога, общественный туалет, дайте общественный туалет. Коровам, говорю, хвостики на бантике завязывать, ради бога. Я никакой работы не боюсь. Никакой. Вы к работе готовы приступить? Разумеется, в селе. Давайте, пойдем, документы, посмотрим, что... Год назад Валентина Трусова осталась одна с четырьмя несовершеннолетними детьми. Выжить помогает пособие для малообеспеченной семьи, которая платит государство. С 1 мая выплаты могут прекратиться. Причина – женщина должна официально трудоустроиться или иметь статус безработной. У нее истекает срок 30 апреля получения пособия. В мае месяце, в течение месяца она имеет право обратиться за этим пособием. Если она в мае месяце обращается в центр занятости за помощью и в предоставлении работы и получает статус безработного, она обращается в управление и мы назначаем на общих основаниях и помощь. Найти работу в родном селе не получилось. Безрезультатными для Валентины оказались и поездки в Бердянский районный центр занятости. Последний раз посоветовали идти искать работу самой. Я говорю, ну меня же везде выталкивает, так как предъявляешь паспорт, говоришь, что... Они спрашивают, есть ли у вас дети? Да, есть. Я мама пятерых детей. Они говорят, ой, вы нам не нужны, вы будете скакать с больничного на больничный. А на трудовой бирже мне сказали, а вы паспорт спрячьте. Благодаря нашей съемочной группе женщину все-таки выслушали, взяли документы, пообещали зарегистрировать в центре занятости. Но к вечеру того же дня ситуация изменилась. Согласно порядку регистрации лиц, те, которые не работали последние шесть месяцев, они не могут зарегистрироваться в центре занятости без справки с выстава селянского господарства. Позвонили в сельский совет, сделали запрос, нам ответили, что труса Валентина Владимировна, которая проживает за адресом Степова, Буденок 66, есть членом особыстного селянского господарства. С размером земли 0,383 гектара. День особыстного селянского господарства. Согласно порядку, она считается занятой судьей. Из-за трех соток земли, на которых пасется каза, многодетная семья лишилась социальной помощи. Жить без средств к существованию первое время помогут продукты от военнослужащих украинской армии. Это благодарность за теплые вещи, которые Валентина вязала сама и отправляла в зону АТО. Вот это нам много, большой был кулек, огромный, это нам солдаты принесли помощь, но уже вот осталось. И вот такие кульки, тут еще горох у нас остался, и в таком же кульке еще рис остался. Вот, ну и вот сахар еще с манной крупой ячневой. Пока сюжет готовился к эфиру, стало известно, что Валентина получила необходимые документы. И уже завтра ее поставят на учет в Центр занятости. Павел Васильев, Игорь Стрельцов, Бердянский район, ТВ5. Продолжение следует...